Всем привет мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами я Антон и я продолжаю проходить игру Metro 2033 Redux. Итак, в предыдущей части, собственно, прошли мы через депо, к сожалению, погиб героически Павел, один из спартанцев, который нас спас, честь ему и хвала, к сожалению, погиб, он хороший был мужик. Итак, мы вышли на Павелецкую, защитники ее погибли, мы немножко даже поучаствовали в обороне этой станции и мы взяли с собой кассету, которую надо поставить на, так скажем, трансляцию и оповестить полис о том, что Павелецкая Павла. Так, нам, кстати, эту кассету дал капитан, вот, командир группы, которая обороняла Павелецкую. Опа. Опа. Я помню, тут были другие товарищи. Вот мрази. И кимора мразь. Сволочь, а. Ублюдки. А вот это, кстати, был один из упырей. Причем этот упырь бьет ультразвуком. Я не знаю, как правильно назвать вот этот вот стиль атаки, но я буду называть его так. Ультразвуком. Так вот. В сегодняшней серии моего прохождения будет трэш, угар и садамия, похоже, потому что сегодня будет очень много кикимор. А эти ребята не хорошие сволочи. Твари. Нам спуску не дадут. Я помню. Будет весело. Будет однозначно очень весело. Так. Пусто. Пусто, пусто, пусто. А нет. Не совсем. Не совсем пусто. В любом случае, хотя бы пять патрончиков я взял. Так. Мне показалось, там был какой-то силуэт. Оп. Немножко я поджарился. Че, сволочи, из нор вылазите? Мрази. А давайте я вам подарочек. Хорошо припечатало их там. Хорошо припечатало. Вот там, похоже, не совсем нора. Это просто коммуникации, которые эти сволочи приспособили под свое жилище. Твою мать. Ну, у меня на всех не хватит гранат. Потрясающе. О, держи. Так. Задерживаться здесь определенно не стоит. Лучше делать ноги. И побыстрее. Конечно, я пропускаю много ништяков. Но, поверьте, очень уж тут опасно. По-настоящему опасно. Так. Здесь, я так понимаю, был медпункт. Медпункт. Тварина. Вот какая хитрая сволочь. В лестницу спряталась. Так. Текаем. Натекать тоже надо аккуратно. Потому как может какая-нибудь бабайка выскочить. Неожиданно. И все. И привет. Темыч. Закрой дверь. Я тебя прошу. Ключик. Ключик. А это, похоже, какой-то начальник. Может быть, начальник станции. А может быть, просто какой-то важный хрен. Который уже не живой. Так. Открыточки. Так, стоп. Подожди. Где-то пистолет я видел. Револьвич. Револьвич. Ну, патроны в любом случае заберу. Открытка. Так. Ключ я взял. А вот сейфа пока я не нашел. Три сейфа было. И все были открыты. Значит, сейф будет где-то дальше. Я так думаю. тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Тихо-тема. Дыши, родной. Дыши, родненький. Может быть, это, конечно, не очень эффективно, но я постарался так скажем, предупредить вылазку этих тварей. Еще один товарищ почил. Твою мать. Мрази. Ненавижу. Ненавижу. Так. Тихо-тихо. Действуем быстро, но в то же время аккуратно. Вот, кстати, помните? В начале практически в начале игры нам Бурбон говорит Оп. Тема. Фениталя комедия. Заговорился я и упал в нору. Ёлы-палы, а. Ох, блин. Я же говорил, что будет весело. Я же говорил, что будет весело. Я вас не обманул. Так, побыстрому уходим и смотрим под ноги. На чем я остановился, собственно говоря. А на том, что Бурбон был прав. о том, что эти твари нападают только на одиночных. Так, только на одиночных путников. Вот, кстати, музыка играет. Это та самая музыка, которую мы могли слышать. Так, о, а тут товарищ лежит. Убитый. Убитый товарищ. Оба-на! Растяжечка. Растяжечка сработала. Судя по взрыву, да. Растяжка сработала идеально. Лучше не задерживаться здесь. И делать ноги отсюда. Блин, ну, конечно, вот, момент падения Артема в нору Кикимор был знатный. Я даже сначала подумал, что это скрипт. Что так и должно быть. Так, я слышу плач ребенка. Значит, нам сюда. Но я еще проверю, что здесь. Да, собственно, ничего. Так что, вперед. Дядя, дядя, вставай, нас всех следят. Пожалуйста, вставай. Проснись. Пойдем к маме. Ты говорил, что отведешь меня к ней. Ну, ты же обещал. Уходи, отстань от меня. Мама сказала мне не подходить к незнакомым. Вставай, дядя, тебе больно. Он не просыпается. Он умер, да? Умер? Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно. Тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно. Меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтобы сзади не напали. Да, Саша. Я оставлю тут дядю. Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти, но монстры напали. Они на него как напрыгнут. Он стал стрелять, но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать, а то нас все съедят. Саня, а ты, похоже, вредюк симилировался. Помнится, в оригинале ты был с темными волосами. А здесь уже блондин. Так. Павелецкая. Павелецкая, Павелецкая. Дети метро. Иногда мне кажется, что они те, кто родился под землей. Кто никогда в жизни не видел солнца. Какой-то новый биологический вид. Этот ребенок прошел через самый настоящий ад. Он выжил лишь чудом. Но это не сломило его. Он говорит трезво. Рассуждает. Помню, когда на ту станцию, где мы жили с моей мамой, только еще спустившись в метро, с поверхности, напали крысы. Когда мама умерла. Когда крыса ее, а меня вытащил Сухой. Сухой говорит, я еще несколько месяцев не разговаривал. А сам я еще не помню про то время. Вообще. А тот малыш, может быть метро закалит нас? Может поколение, выросшее без солнца и без страха, может вернуться на землю? Если я ему дам шанс. Кстати говоря, вот это тот момент, отсылка к книге. Там тоже есть момент, когда описывается то, как, собственно, Сухой приютил Артема на станцию напали крысы. Прям просто волна. И вот Сухой стоял в дозоре с другой стороны. И вот они на дрезине убежали, а все, кто был на станции, погибли. Все. Вот кроме Артема и пяти мужиков, в числе которых был Сухой. Вот пяти мужиков в дозоре. Так. Так. Надо дать шанс этому пацану выжить. Кругом убитый скот. Растерзанные тела. А фонарь садится. Фонарь уже разрядился. Черт возьми. Полностью. Нападет на меня кто-нибудь? Ёлки-палки. Я эту растяжку заметил в последний момент. Мне нельзя трогать, но там есть подход в этом. В каком? Спасибо. Пацан, я бы поторопился, потому что там люди еще живые, судя по всему. И ты мне, пацан, испортил управление. У меня тоже ружье есть. Все стало очень плавным. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Как будто играю с геймпада. Такое ощущение. Все очень как-то плавно. Еще один. Пардон. Так, калаш. Берем патроны. Берем патроны. Так. Я помню, что в оригинале этот пацан говорил, что патроны находятся в ящиках с цифрами. Да, в эту дырку сейчас полетит граната. Ууу, хорошо. Так, если потолок фигово держится, это плохо. Гранаты лучше не кидать. А лучше сразу сделать ноги. Так. Осмотримся. Осмотримся. Оба-на. А вот и говно подъехало. А вот и говно подъехало. Эй, это что? Кажется, провод. Вон там. Да тут Саня этих проводов. Да хрена и больше. О. Дружище, спасибо тебе за ключ. От сейфа. Не знаю, правда, от какого. На Павелецкой я ни одного не нашел. Может быть, плохо искал? Мы уже уходим со станции? Круто! Я раньше никогда в туннели не ходил. Мама сказала, там страшно, и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми. Это правда? Да, сущая правда. И будешь еще много разговаривать, мы это проверим на тебе. А вот тут уже серьезные мужики лежат. Мертвые. В серьезном обмундировании. Достаточно. Так что тут действительно опасно. Что там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет. Небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Да. Как мало нужно ребенку в постапокалипсисе для счастья. Тихо. Тихо, Тема. Держи себя в руках. Аккуратненько. Не срываемся. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Все там будем. А ты будешь и раньше. Если будешь много болтать. Не урони меня. Мама. Это моя мама. Пойдем, она меня ищет. Отпусти, отпусти меня. ты даже не представляешь как много значит этот мальчишка без его отца надо не прожить если бы он потерял сына на здоровье я не поведен господи это сережа спасибо вам спасибо вы моего сыночка спасли не по мне нечем отплатить возьмите хоть патроны не стоит у меня есть ну что хороший поступок сделали так я думал может быть тут что-нибудь есть так ну наконец-то люди мирные люди обитаемая станция почти это почти станция это просто группа людей которые смогли в походном положении обосноваться у нас тут объявились новые монстры фашистами называются они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность на площади есть подземный переход оттуда можно попасть на черную станцию ребята выпустят тебя наверх удачи тебе охотник и вам всего хорошего так чё тебе пацан опа заметка заметочка она предлагает мне патроны за то что я спас ее ребенка как будто я мог поступить иначе но то что раньше казалось естественным сегодня выглядит странно а то что раньше казалось уродливым сегодня никого не удивляет что делать отказаться от вознаграждения и обидеть счастливую мать принять его и признать что вытащил из пекла ребенка просто ради денег это раньше человеческая жизнь или жизнь ребенка была бесценной за нее нельзя было заплатить а сегодня цена ука есть у каждого из нас те патроны которые мне предлагают за спасение этого малыша хорошая цена а цена жизни простого человека одна пуля ровно столько сколько нужно чтобы отнять эту жизнь да серьезные такие мотивы вот в этих заметках поднимаются такие серьезные темы достаточно причем довольно точно высказывания такие прям хорошие ну что продаем все барахло закупаемся по полной так гранат побольше так давайте фильтров подкупим помогает от всего хороший выбор патронов не надо могу предложить подумаешь так дружище в папахе крутой мужик так мне апгрейды пожалуйста ой ну наконец-то ну наконец-то увеличенный магазин согласен плачу так это в принципе не надо лцу давайте ставим господи куда столько денег копить куда столько денег копить подождем прицел прицел пусть будет коллиматорный это вся ботва стоит так тюнинг 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 оптика оптика открылась не хочу не хочу на револьвер оптику ставить будет выглядеть стрёмно и неестественно а вот цевьё приклад и лцу я бы поставил на самом деле точность увеличится и уменьшится отдача что самое главное во ну теперь все шикарно я бы еще на что-нибудь деньги потратил а то что-то у меня их слишком много так народ а где у вас тут обменный пункт а нет в принципе я же уже все обменял подожди нет ни черта я не обменял этого парня а нет все правильно ты два в одном я привык что есть три человека которые торгуют оружие аптечки боеприпасы точнее аптечки фильтры гранаты и есть тот кто торгует чисто боеприпасами проходите грубо говоря обменный пункт удачи вам ребята я снова поднимался наверх в холодное и липкие объятия мертвой москвы у выхода из метро меня ждала фашистская засада но я должен был выполнить последнее задание умирающего командира и послать сигнал в полис так немчура немчура подваливает мне вот интересно а вот если бы я не взял кассету вот этого командира изменилась бы вот эта катсцена вот этот ролик или нет а если бы мне не надо было ничего выполнять никакие последние воли и так далее так ну что давайте попробуем один отъехал подождите ребята я вам гранаток заготовлю и парочку сразу оформим с вами мразями драться довольно трудно вас мало того что много так вы еще и довольно толстые кстати говоря вот в этой локации в которой я сейчас нахожусь разворачивались события дополнения к ластлайт это по-моему снайперы ночные где нам надо было стелсить и с выхлопом винтовкой тут устраивать заварухи долбаный фонарь так ну я жопой чувствую что еще не все и я чертовски прав так давайте осмотрим наших противников убиенных так это не он не они вот они о еще тут ребят этих дохрена ладно одного только нашел тоже сойдет аккурат тихо мы заберем все нам сегодня предстоит мощная такая заваруха поэтому надо запасаться по полной и обыскивать тела врагов опа кстати лестничка для скрытого прохождения я так понимаю вот она в уголочке но я фашистов не люблю поэтому завалил их оба она сказал что ненавижу их сразу объявились хэдшот мафака чего у нас тут в заметке помню как я радовался встретив пустом городе бурбона такого же живого теплого человека как я сам куда делось это чувство тут на поверхности среди мертвых камней и окаменевших костей опасность исходит от всего от мутантов от фонящей радиации почвы от зараженного воздуха и все же даже тут нет ничего опаснее человека и стоит нам отвоевать у враждебного нового мира хотя бы клочок земли мы устраиваем не колонию а крепость на нем точнее правильно будет сказать на нем мы устраиваем колонию так хоть бы тут не грохнуться с такой-то высоты тушите свет тушите свет ооо твою мать уходим че будешь делать дядя ну приятного аппетита хочу пожелать демону всего хорошего а я пожалуй останусь пока что здесь и продолжу прохождение уже в следующей серии всем большое спасибо за просмотр и друзья не забывайте подписываться на канал ставьте лайки комментируйте вступайте в группу вконтакте и в одноклассниках читайте меня в твиттере всем удачи всем пока пока